Всем привет, с вами Прия. Ну что, поговорим наконец-то о бете, да и вообще в целом о дополнении Battle for Azeroth, которое выйдет 14 августа. Поиграв на бете, какое-то время столкнулся на самом деле лишь с единственной трудностью, а именно прокачка репутации у Адмиралтейства Праудмаров. Поэтому, выполнив полную цепочку 77 глав, получить дружелюбие у этой фракции мне так и почему-то на удивление не удалось. У меня было репутации 1650 из 3000, и с различных заданий соратников я постарался повытаскивать нужную репутацию. Ну, потихоньку тяну. Окей, все бы хорошо, да вот только квесты не пробуют. На что бы выслать? Что я могу перекрыть полностью? А в целом ничего. Я отправлю квест на руны. Я сделаю вот так. Кстати, руны будут в Battle for Azeroth. Этот баф никуда не отменяется и никуда не уходит. Если старая руна бафает нас на 15 единиц статы, то новые будут бафать на 60. И к тому же, эту бесконечную руну можно юзать даже на 120. Классно. Бюджетный старт уже начинается прямо сейчас. Ну и еще один квестик. Ну да, то есть их всегда 5 будет. Может это только на бете в текущий момент. Ну, в любом случае это забавно. Также есть квесты на голду. Не просто же так я получил 500 голды после смерти отряда, именно рекрута. Да, на самом деле весьма классные есть квестики. Есть квесты на репутацию, есть квесты на голду, есть квесты на азерит. Азерит это замена силы артефакта. И уровень азерита, каждый абсолютно качается все дольше и дольше. Это вполне логично, это вполне адекватно. Уровень азерита разгоняет эквип шеи. Все ее сниму и одену по новой. Надену. Нет, она не сменится. Грустно. Я хотел показать истинные ее статы на не 280 в этом левеле, когда она выдается. Ну, не суть. Есть азеритовая броня, которая прокачивается по мере накопления этой самой силы артефакта, которая вливается в сердца азерота. Чем больше левел, тем больше каких-либо активных улучшений можно взять. К примеру, для того, чтобы начать апать плечо именно по эквипу единожды, нужно получить 17 уровень ожерелья. Чтобы апнуть нагрудник, 16. Чтобы апнуть шлем, 15. А если рассмотреть вещи 340-го итем-левела, азеритовые, то там, наверное, для прокачки первого улучшения нужен будет левел примерно 18. Так что азерит это весьма нужная вещь, которая просто-напросто раскроет улучшение брони. Единственное обидно, что на этой броне нету вторичных стат, поэтому разгон по статам будет весьма долгий. Я крайне возмущен этим и думаю насчет танка. Если все будет хорошо, то я продолжу играть за Блада. Если все будет плохо, а именно по хосте, придется тогда что-то с этим сделать. И что-то придумать в пользу, скорее всего, другого танка. Так как скорость является весьма важным статом для Бладдека, да и для любого рыцаря смерти хаст весьма важен. Хаст дает руны. Хаст дает... из этих рун руническую силу. Руническая сила дает удар смерти. Удар смерти дает отхил. Все просто. Без рун, а именно хасты, ничего не получится по-нормальному реализовать. И о каком-либо выживании можно просто-напросто забыть. Профессии в текущем дополнении. У меня уже наступил Battle for Azeroth. После некоторой игры на бете. А именно примерно 17 проведенных на ней часов. 12 из которых были посвящены просто-напросто прокачке. Прокачка весьма интересная, занятная. И посетить стоит все локации. Касательно каких-либо псевдомаршрутов, каких-либо полезностей, и будет уже отдельный видосик к выходу дополнения. Делать его сейчас не особо вижу смысла. Каждый человек посоветует свое. А у меня есть свои, скажем так, заготовки, которые никто не сможет предугадать. Профессии были рассмотрены. Даже в двух отдельных видосиках. В первом я рассмотрел все, кроме наложения чар и начертания. А во втором я уже конкретно рассмотрел наложение чар и начертания. Вторичные профы не особо поменялись. Так же, как и основные прокачка будет у конкретно кулинарии. В археологии, не знаю, даже засматриваться на нее не хочу. Старый левел не особо будет важен. Нужен будет новый. Из, скажем так, новых крафтов. Об интересной вещице, которая позволит распылять вещи людям, даже, которые не имеют навыка уничтожения и наложения чар. Тоже о ней было пару слов сказано в отдельном видосике. На самом деле, Battleforzer вот такой аддон, который для многих людей может стать разочарованием, если честно. Я начал с такой весьма веселой ноты, но закончу грустной. Игра усложнится. Люди начнут уходить. Клиентская база будет теряться. Что приведет к краху текущей игры. Я не знаю, что хотят именно разработчики с этого получить. Усложняя игру на, казалось бы, таком малом уровне для самых обычных игроков. Ну, эти мысли только у них в голове. Их мы никогда не узнаем. Первое, это снижение агро. Везде, где только можно. Это еще ладно, с этим можно смириться. Это можно устранить, если нажимать более чем одну кнопку в минуту. Но половина игроков хотят нажимать одну кнопку в минуту, чтобы держать агро. Увы. Также прошла недавняя новость о том, что можно будет менять вещи, тринкеты, даже самые обычные колечки, только вне подземелий. Именно миф-плюсов. Садается вопрос. А нужен ли будет варлок для смены шмота? Конечно же да. Будут ли все играть за варлоков? Конечно же нет. Слишком очень много мыслей насчет всего этого. Слишком очень много непоняток. И слишком очень много... Много слишком очень... Всего из этого выходящего, если честно. И если рассказывать об этом полностью, то и целого часа не хватит, если честно. Да. Поэтому в комментариях можете оставить абсолютно любой вопросик. Хоть по механике игры, хоть по механике изменения последних каких-либо обновлений. Да хоть какой вообще вопрос? К примеру, как у меня погода? Погода, кстати, хорошая на самом деле. Мне нравится. Относительно прохладная. И сидеть ночью крайне приятно. По поводу посиделок ночью, обязательно посмотрите другие видосики на YouTube-канале, если вам тоже нечего будет ночью делать. Все эти видосики пропитаны добротой и заботой. Заботой именно о вас, о зрителях, чтобы вы получили самую правильную информацию от самого правильного человека. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги и ума вам побольше. До скорого.